Девочка-пай Вот вы знаете, я влюбилась в Благовещенск. Почему? Потому что таких эмоций положительных ты не испытывал уже давно. И эти эмоции ни с чем больше сравнить нельзя. Мы на самом деле, на данный момент, по идее, страна возвращает тем героям трудовым, которые тоже бросали свои дома идеологически или еще как-то они были готовы поднимать страну и ехали туда. Работали также в тяжелейших условиях. Мы все знаем, как строился БАУ, насколько это важно было, насколько это тяжело было. Так что мы сейчас возвращаем, по идее, свой долг. Ну, я вижу, уже российский паспорт у вас, да? Да, российский паспорт. Не было же такого одного, чтобы в одном месте много услуг можно было заказать. Нет, нет, не было. Спасибо большое, нам облегчили. Это Амурские, да, Амурские строители, Дальневосточные. Спасибо, спасибо большое. Я не ожидала такого тоже. Серьезно? А вы первый раз сюда пришли сейчас? Ну, естественно. Уже мы видим, как вообще народ начинает относиться ко всему населению. Это прекрасно. Ну, они же видят, что деньги вкладываются, труд вкладывается, забота о районе. Да, да, да. Особенно, конечно, взрослое поколение, потому что им есть с чем сравнивать. Как им в целом? Красота, да. Правда? Маловато, маловато. Люди побольше пришло, но маловато. Но все равно все красиво, да? Все хорошо. Плохо, что открывать надо бегать. Нам еще кровати бы сюда было. Вообще хорошо. Она сразу объяснила все очень хорошо. Вы пришли, свое дело сделали? То есть, да? Нормально все? Все нормально. А то уже вообще хотели. Да, просто сделал дорогу, казалось бы, простые вещи. Но они много значат для людей. Когда 30 лет, ты видишь, что ничего не делается, не вкладывается. Жизнь налаживается потихоньку? Конечно, конечно. Спасибо вам большое. С приходом в Российскую Федерацию налаживается? Конечно. Ремонты постоянно где-то и дороги, какие-то учреждения постоянно. Каждый месяц где-то что-то ремонтируется, восстанавливается. Да, поэтому мы и жители очень благодарны. А вы знаете, что Амурская область курирует Амбросевский район? Да, конечно. Что-то они тут делают, да? Знаете? Конечно, ремонт. Школу ремонтируют. Но это нормально? Да, нормально. Это там самое большое. Полный нормальный. Вторая школа. Тут тоже мы приложили руку в Амурскую область. Отработали, вот видите, если видите, внешнее здание, это фасад. Мы пришли сюда надолго, поэтому мы не делаем тепляр. Наша задача сделать максимальный эффективный, чтобы это работало. Пусть чуть подольше, но качественно. Да, пусть будет. А давай немножко зайдем. Пойдем туда с ним. Татьяна, у вас есть понимание, кто строит все это? Ну, естественно. Шеф региона Амурская область. А много они тут чего уже натворили в районе? Конечно. Это и сады, и школы, и культура. Ну, мне кажется, там, где есть проблемы, шеф регион зашли уже везде. А что самое для вас важное, что они вот сделали? Для нас, ну, я думаю, крыша, наверное. Крыша? Протекала, да? Потому что протекала, это просто... Серьезно? Дождь шел. Ну, а так, конечно, шел. Крышей шел дождь у нас теперь уже. Ну, вы так все время заглядываете, видите, как все преобразовывается. Не дождемся уже, задеть не соскучит. А интересно, родители приезжают сюда, поставят, глазком посматривают? Они же не дождутся просто, да. Можно мы в группу сбегаем? Говорю, ну, пойдемте, вас проведу. Я вот вспоминаю свое детство. И у нас, вот где-то я видела слоган, как сейчас говорят, да, лозунг «Мир у мир». Как-то не обращала на это внимания. Тогда? Да. А сейчас вот первое, когда... Сейчас плакать. Начинаешь вот что-то желать. И первое – это «Мира и здоровье». Что я знала, что из Благовещенска через Амур, видно Китай. Точно. Да, вот это я знала в интернете, смотрела. А потом, когда уже Амурская область стала нашим шефом регионом, естественно, хотелось узнать больше. Два года назад я был в Благовещенске, для меня очень много, намного открылись глаза. Я увидел те, как это сказать, ту жизнь российской, как можно сказать, не глубинки уже, она глубинка не назовершена. Ну, окраины страны. Да, окраины страны, совершенно противоположная, да, часть России. Но были поражены некоторым вещам, поэтому мы наглядно понимали, что мы отстаем. Мы чуть-чуть в вакууме жили в условиях этих санкций, условиях санкций, которые нам оказывала Украина. Поэтому сейчас все понятно, все прагматично, и все для всех. Видно цель впереди и то, что нам нужно делать. Не верилось, но это сделано. Правда, говорят, что нужно ставить цель и идти к ней, и тогда все будет хорошо. А если мы не будем ставить никаких целей, то, наверное, достижений у нас никаких не будет. Дай Бог нам всем здоровья, терпения и Божьей благодати. Ну и самая главная мера. Будет мир и все будет. Россия, твоя и моя любовь. Россия, такое большое сердце. Россия, ты можешь понять не слов. Россия, Россия, ты можешь понять не слов. Россия, Россия.